Музыка Около 200 школьников, поклонников народного творчества, приехали к нам в составе 13 коллективов, трое из Вантеевки. Центр творчества, который уже много лет проводит этот фестиваль, предложил гостям интересное плавание по фольклорным островам Большого Архипелага Народного Творчества. В этом году путешествия предложили на тему экологии. Народное творчество очень разное, очень много отделений есть. И вот, например, сейчас мы занимаемся росписью по дереву. Во-первых, роспись по дереву – это все-таки природа. И то, что в росписи есть очень много элементов природы, всегда присутствуют цветы, животные, растения. И, конечно же, народное творчество – это прямая связь с природой. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Москва, Пушкин и Щелково, Королев и Вантеевка. Наши мастер-классы идут на ура. Педагоги щедро делятся мастерством. Наталья Горошко предложила освоить новую технологию – ниткографию. Но для того, чтобы сделать свой дом уникальным, свою жизнь уникальной, свой быт уникальный, каждый человек должен относиться к этому процессу творчески. Он должен творить. И когда мы своими руками делаем что-то, мы приносим в наш дом, в наш быт и в нашу жизнь частичку себя. А это делает нашу жизнь яркой, такой же индивидуальной, как мы сами. На фольклорных островах – это не конкурс. Это фестиваль, где поклонники народного творчества делятся своим искусством, навыками. Коллективы участвуют сильные и интересные, делятся впечатлениями организаторы. Детям очень близко это. Это близко. Единственное, первое, что они узнают о нашем окружающем мире – это сказки, да. Это колыбельные какие-то потешки. Это все связано с нашей землей, с матушкой. Вот так в тренугах называли нашу землю. Поэтому дождик, радуга, мороз, солнышко, улитка, улитка, божья коровка летит на небо. Это все с изморства знают наши детки. Слава тебе, Господи. Несколько лет назад на одном из фестивалей родилась традиция – все участники ткут своими руками пояс. Под чутким руководством педагога центра Сергея Рогозина, смастерившего уникальный ткацкий станок. Человато. Да. После мастер-классов, песен и плясок – награждение. Победил каждый коллектив, потому что участники научились, приобрели новый опыт и расстались в надежде и уверенности встретиться весной будущего года в Ивантеевке на фольклорных островах. Продолжение следует.